всем доброго времени суток если вы находитесь в москве добрый вечер и сегодня у нас будет вебинар под названием type script декораторы и дженерики на реальных примерах мы проводя раз за разом уроки внутри школы отус мы заметили то что программу можно расширить и чтобы не откладывать расширение программы на следующие как у следующую группу мы решили провести такой вебинар где я расскажу про то как можно использовать декораторы и дженерики в режиме реального времени в реальных примерах и собственно давайте потихонечку начинать сейчас я запущу свою презентацию и вы ее скоро будете видеть так все начинаем для начала самый простой вопрос видно меня или слышно а для того чтобы на него ответить вам нужно перейти по ссылке в описании как раз таки в этом описании ссылка на чат вот я в этот чат буду поглядывать периодически не обещаю что буду смотреть на него всегда но в целом и видите слышать и видеть я его буду так что пишите и да все я вижу так супер меня слышно хорошо спасибо большое тогда будем двигаться дальше и так я напоминаю что сегодня у нас тема нашего вебинара декораторы и дженерики и собственно посмотрим как это работает на реальных примерах для начала пару слов про меня меня зовут антон морев и если смотреть на мою публичную деятельность то у меня есть свой youtube канал где я занимаюсь тем что беру интервью разных людей в мире айти и не только также у меня есть своя эти компании ворсофт мы занимаемся разработкой разного перечня эти продуктов автоматизации бизнеса сайт и так далее в общем мы используем те языки которые мы у нас во владении на полный в том числе и тайп скрипт и также у меня есть свой telegram канал где я в основном публикую разные новости связанные так или иначе с моей публичной деятельностью или просто интересные статьи которые минуты которые на которые я натыкаюсь так вот и для того чтобы как бы понятнее объяснить почему в целом у меня появился такой опыт я вкратце уже вам рассказал про то чем занимается компания а я в нашей компании по сути являюсь ее основателем и техническим директором то есть любые нововведения которые приходят в нашу компанию не будь то новые языки программирования библиотеки системы что угодно они проходят через меня вот собственно свое время таким нововведением был тайп скрипт и мы внедряя его постепенно наши небольшие проекты и со временем начали писать на нем практически все backend приложения которые мы начинаем писать самого начала так вот начало расскажу небольшие правила вебинара они довольно таки простые из по выполнять их крайне крайне желательно вот а там уже как получится так вот активное участие вы можете участвовать в вебинаре через чат я его поглядываю постараюсь за ним смотреть почти постоянно но в процессе кодинга в процессе работы могу отвлечься что-то не увидеть так что вы задавайте свои вопросы но если вы вдруг ваш вопрос останется без ответа пожалуйста в конце вы продублируете в конце будет отдельная сессия вопросов и ответов и если я что-то упустил на что-то не ответил я обязательно эти вопросы отвечу собственно давайте попробуем двигаться дальше и я расскажу вам небольшой сегодняшний маршрут вебинара сначала я сделаю очень краткий то есть максимально краткий экскурс тайп скрипт это будет очень очень короткий ликбез где расскажу про то что это такое базовые типы как с ним работать но все равно предполагается что у вас хоть какая-то база в работе с тайп скриптом у вас имеется поэтому будет будет здорово если у вас есть уже опыт если нету не проблема я вкратце расскажу если вы уже писали на js то прекрасно если не писали на js и писали на других языках вам это тоже может оказаться полезным и интересным в общем базовый 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 курс по тс очень базовый очень короткий дальше поставим задачу то есть у нас все новшества такие декоратор дженерики будут проходить через имитацию реальной задачи то есть мы не будем придумывать какую-то задачу ради декораторов а мы будем использовать декоратор и для решения задачи вот для начала мы посмотрим как работает стандартный экспресс сервер сервер серые в на� скрипте у нас уже мне уже есть некоторая заготовка мы пошли как он устроен сейчас текущий в текущий момент и потом уже будем пробовать делать экспрессом декоратора для того чтобы с ним можно было работу работать так как нам удобно собственно посмотрим на что способны декоратора. Итак, начнем с TypeScript. Очень-очень краткий курс. Что такое TypeScript? Это типизированный язык. Он в конечном итоге транспилируется в JavaScript. Что важно, он именно транспилируется, а не компилируется в bytecode. Так что иногда я могу говорить в слово компилируется, но знаете, что я имею в виду именно транспилируется. Просто на автомате бывает именно это слово выскакивает. Собственно, вот у нас есть слайд на экране, на котором сейчас мы видим как раз таки объявление типа, допустим в случае с title это тип у него стринг, строка. И соответственно в будущем если мы пытаемся в эту перемену что-то записать что не является строкой компилятор TypeScript, ну транспилятор прошу прощения, в общем-то давайте вы переводите у себя в голове слово компилятор в транспилятор и компилирование в транспилирование и тогда проблем не будет. А я буду говорить как удобно в голове. Так вот, компилятор TypeScript он выдаст ошибку. У нас просто код не соберется и мы не сможем его запустить. То есть таким образом мы в эту перемену title будем записывать только строку. Довольно таки просто. На следующем слайде я показал набор базовых типов. Это просто чтобы было понимание, что это такое. Если вы и так уже это знаете, прекрасно для вас эта информация не настолько полезная, как могла бы быть. И на следующем слайде я пока показываю примеры массивов. Как их можно задавать. То есть нам просто надо понимать как с этим работать. Вот поэтому в нашем сегодняшнем вебинаре массивов будет передостаточно. Ну и можно такие вот двойные массивы задавать с разными типами. То что на первую на первом элементе массива у нас строка, на втором числовое значение и собственно туда записывается только строка или числовое значение. Очень полезная, классная штука, которую мы также скорее всего сегодня будем использовать. Или нет, я еще не знаю. Вебинар он стихийный. То есть я буду смотреть по тому, как вы понимаете или не понимаете. Буду как-то корректировать свою программу сегодняшнего дня. Но все равно про инам расскажу. Он позволяет нам делать удобно, представлять выбираемые значения. То есть в данном случае у нас есть color, red, green и blue. Вот соответственно в базу данных, если мы будем отправлять это в какую-нибудь MySQL или Pastgres, туда уже уйдет 0, 1 или 2. То есть все просто легко хранится, но при этом в коде мы можем с этим работать максимально удобно для нас образом. И есть классный тип any. Any это анархия. В общем мы можем что угодно туда записать, как угодно его переворачивать, что угодно с ним делать. И ничто нам за это не будет. Разве что поддерживать такой код максимально неудобно. Но при этом это прекрасная возможность для того, чтобы постепенно переводить наш JavaScript код обычный в TypeScript. То есть мы открываем JavaScript файл. Смотрим. Ага, тут типов нет. И сначала проставляем в ключевых местах any и постепенно any превращаем в тот тип, который мы хотим так или иначе использовать. Итак, вопрос. Сразу я увидел вопрос от Сергея Зубцова. Будет ли код в репе? Да, ссылка будет даже не по окончанию. Ссылка будет достаточно скоро и про этот репозиторий я отдельно расскажу. Так вот, как запустить TypeScript? Ну я очень-очень краткий обзор по инструменту. То есть хотя на информации тоже здесь написано слово инструменты, я расскажу со сути про один. У нас глобально через npm он ставится командой npm и с dfg TypeScript. И после чего мы проверяем то, что он у нас установил в системе нормально и все у нас в порядке. То есть, например, сейчас я открою PHP штор. То есть, вот в моем случае он отлично встал. Оп. Да. Слегка промахиваюсь. Да, все. У нас все завелось. Все хорошо. Так вот, теперь по поводу ссылки на репозиторий. Я сейчас ее закину в наш чат. Собственно, можете перебить руками, но зачем руками, если можно по ссылке просто в чате перейти. Так, и вот я отправил. Да, можете в нее перейти. И я сейчас вкратце расскажу, как можно работать с этим репозиторием. Поскольку я занимался подготовкой программы TypeScript по обучению TypeScript продолжительное время, у меня сформировалась некоторая поэтапная структура обучения этому языку. Так вот, вот перед нами репозиторий. Если вы открыли ссылку, прекрасно. Если не открыли, можете посмотреть на слайдах. И вот здесь есть классная ссылка под названием Commits. Как раз-таки внутри этих коммитов можно увидеть пошаговое развитие данного репозитория. И нам, ну, если вы уже имели опыт работы с GitHub или с любой другой системой контрольной версии, вам, разумеется, все ясно и понятно. Но коммит, ну, я вкратце объясню, что коммит – это зафиксированное состояние нашего кода. То есть, когда мы его закоммитили и отправили репозиторий, все, он уже там будет лежать до скончания веков, если мы его случайно сами не удалим. В рамках текущего вебинара полезно будет посмотреть изменения в коммите. Как раз-таки нажав на эту ссылку, мы можем увидеть, что именно поменялось на этом шаге, почитать документацию к этому шагу и посмотреть, что поменялось в коде. Ну, а чтобы открыть конкретную версию, мы нажимаем на эту кнопочку с двумя треугольными скобками и смотрим, что же там происходит по коду. То есть, вот, вкратце вам покажу сейчас. То есть, небольшая… расскажу про небольшую историю развития этого репозитория. Для этого мне нужно открыть вот там. Перед глазами, как я и говорил, есть коммиты. И начинается все с того, что мы делаем совсем-совсем простой базовый TypeScript. Базовый TypeScript Hello World. То есть, мы это уже проходили в рамках наших уроков в онлайн-школе отусов по курсу Node.js-разработчик. И материал как раз-таки взят оттуда. Но, в общем, чтобы посмотреть, что именно там происходит, мы можем открыть данную версию и увидеть то, что здесь все описано довольно-таки подробно. И можно на каждом шаге я описываю, что именно происходит в данном примере. Так, вопрос по курсу. TypeScript будет с самого начала или только с третьего модуля? Я, к сожалению, на этот вопрос ответить точно не могу. Ну, Петр. Петр, да. Вы можете уточнить это у организаторов курса, потому что я целиком всю программу в голове, к сожалению, не держу. Хотелось бы, но не получается. Так вот. На каждом шаге я описываю, что именно происходит в рамках данного примера. Ну, и давайте вкратце вам покажу часть кода. Ну, допустим, у нас... Так, открыть git. Вот. Собственно, вот ровно тот же самый репозиторий у нас показан здесь. И мы можем уже смотреть не через GitHub, а напрямую через наш удобный нам текстовый редактор, и DE. Допустим, вот посмотреть, если Hello World. Я сейчас не буду надолго на этом останавливаться. Так, прошу прощения, это слишком простой Hello World. То есть я уже показывал этот пример в слайдах. Вот, наверное, так это выглядит. Все это обернуто в Node.Demon через NPM скрипты. Сейчас мы перейдем на эту ветку. Ой, на этот commit. И можем посмотреть. Так. Предательски кнопка View не нажимается. Почему-то не работает R12, который здесь написан. Потому что мы можем ввести команду mpm run dev. Это на каждом коммите подготовлено для того, чтобы вам было удобнее с этим играться, разбираться. Он запускает сервер разработки, в котором он внимательно следит за каждым изменением в нашем ходе. Допустим, в данном случае у нас переменной есть Антон, и он пишет Hello, Антон. Мы можем написать Hello, Иван. Он его автоматически красиво нам пересоберет, и мы увидим Hello, Иван. Собственно, и так работает абсолютно каждая версия нашего репозитория. Но давайте вернемся к нашей сегодняшней задаче. У нас же задача все-таки познакомиться не с какими-то базовыми вещами про TypeScript, а все-таки приблизиться в сторону декораторов и дженериков. Сначала попробуем писать постановку проблемы. У нас сейчас, допустим, на текущий момент у нас есть веб-сервер, веб-сервер экспресса. И в нем обычно вся обработка запросов происходит через использование второго параметра response и передачи уже конкретного контента. Неважно, будет это HTML или JSON. Ну, в данном примере мы смотрим, потому что у нас есть res.json. Посмотрим, как это выглядит в коде. Сейчас я перейду на ту версию, про которую я вам сейчас говорю. Вот у нас 6.1. Мы сегодня будем двигаться, начиная отсюда. Все, пересобрали. И надо убедиться, что запустилась новая версия в терминале. Да, что-то с ним пошло не так. А, ну давайте. Сейчас он просто в момент резета он попытался запуститься. Так. Если у вас вдруг есть какие-то вопросы, вы их пишите в чат. На те вопросы, на которые я знаю ответ, я на них обязательно отвечу. Терминал пока отказывается жить. Но я пока покажу, что именно здесь происходит. Для того, чтобы вы понимали вообще, с чем мы будем работать. Мы написали простой класс AppApplication, внутри которого мы занимаемся инициализацией веб-сервера Express. То есть мы его подключаем спокойно через импорт внутри нашего TypeScript кода. И по сути это является, так сказать, оберткой над обычным веб-сервером Express, где мы прописываем порт, middleware и маршруты. То есть маршрут это как раз таки то, как именно с нашим приложением будет взаимодействовать другое клиентское приложение, запросы, get, post, put, патч, delete и так далее. То есть как раз таки это то самое API, по которому мы будем с ним работать. А сами маршруты передаются как просто экземпляры контроллеров. А контроллер, в свою очередь, представляет собой... О, все, ура, у меня консоль протупила. Сейчас она заново ее запущу. И... Да, все. О, как, неожиданно. Сейчас попробуем открыть это в нашем браузере. Да, все, отличненько, non-get. Это говорит о том, что у нас никакой маршрут не прописан. А здесь у нас в рамках каждого контроллера мы указываем базовый путь. То есть мы говорим о том, что он будет начинаться с корневого слэша. И потом уже в массиве перечисляем маршруты, по которым он будет доступен. Допустим, в данном случае мы видим то, что по пути simple у нас запускается какой-то обработчик index.simple. Вставляем этот simple сюда, slash simple, и смотрим. Да, действительно, что-то запустилось. Это уже хорошо. Мы можем пройти чуть ниже и посмотреть, как у нас в целом работает наш контроллер. У нас есть initroads, в котором мы просто проходим по массиву роутов и прописываем в наше экспресс-приложение. Ведь у нас роутер, приложение, он работает примерно таким образом. This, router и get тут уже путь. И какой-то обработчик, который на вход принимает два аргумента. Так, что там у вас пропускается? Кусочки, вы говорите. Доставка контента от меня. Сейчас посмотрим, что именно пошло не так. Так, потому что проблем никаких не возникало, когда проверяли, как все работает. Ну, как обычно. На продакшене возникает некоторая проблема. Так, вы написали плюс «все в порядке» или плюс «проблема осталась»? Кто-нибудь сообщите, пожалуйста, в чате. Сейчас все ок. Так, у кого-то ок, у кого-то не ок. Так, хорошо, давайте так. Если у кого-то будет не ок, вы, пожалуйста, мне сразу в чат пишите. Я сейчас буду поглядывать туда. Вот, я смотрю здесь за статусом. Вроде с коннектом все в порядке должно быть. Хорошо, если что, мы лучше сделаем паузу на 30-40 секунд. Я, не знаю, перезагружусь на роутер, чтобы не было проблем. Так, хорошо, двигаемся дальше. Итак, вы сейчас видите у меня роуты. Соответственно, да, у нас API у экспресса примерно так работает. То, что мы this router get. Мы говорим, что на get-запрос, на этот URL, мы запускаем вот или иной его рабочий. Ну, собственно, синдексис такой. Но, собственно, в чем проблема и почему мы вообще в какой-то момент пришли к декораторам? Мы бы хотели, чтобы ситуация выглядела гораздо более удобным для нас образом. Ну, например, мы пишем свой фреймворк. Не имеет значения. Мы разрабатываем какую-то систему, с которой мы будем работать довольно-таки активно и довольно-таки много. То есть мы будем допиливать, дописывать. И мы бы хотели, чтобы это происходило максимально удобным для нас образом. И, соответственно, для этого мы бы хотели, чтобы синдексис изменился, например, вот так. То есть, да, у нас над нашим методом, который находится внутри нашего контроллера, чтобы у нас был простой декоратор. Допустим, get. Мы указываем то, что мы хотим get-запрос. И путь, по которому будет запускаться. И все. В идеале хотелось бы добиться того, чтобы это было все, что нам необходимо сделать для того, чтобы экспресс этот метод использовал как обработчик для этого маршрута. Так вот, как раз-таки здесь у нас на сцену и выходит декоратор. Что же такое декоратор? Декоратор это... Сейчас. Декоратор это некая обертка над методом, который будет вызываться в тот момент, когда у нас класс, по сути, только инициализируется. То есть, мы можем как-то изменить поведение метода, можем его как-то доработать, можем его расширить, можем его использовать в каких-то других целях. То есть, взять, по сути, весь callback, всю callback-функцию и засунуть куда-то в другое место. Например, в нашем случае, как раз-таки, это то, что нам нужно для того, чтобы передать в экспресс обработчик на конкретный роут, который мы хотим использовать. То есть, по сути, это ровно то, чего мы хотим получить. Для того, чтобы декораторы заработали, файлики tsc.config, надо обязательно добавить флаг experimental decorators true. Так, у нас, судя по всему, какие-то конкретные проблемы с трансляцией через YouTube. Сейчас посмотрим, что у нас происходит с трансляцией. Так, отпишите, пожалуйста, сейчас как делать. Сейчас, по идее, должно быть все нормально, потому что, когда вы сообщаете о том, что возникает какая-то проблема, сразу проблема исчезает. Сейчас опять зависает, сообщите кто-нибудь. К сожалению, Zoom, насколько я понимаю, мы сейчас спокойно перейти не сможем. Так, сейчас я временно включу себя. Так, сейчас все окей. Я просто сейчас, к сожалению, до конца не могу понять, в чем именно дело, почему вообще эти проблемы возникают. Посмотрим, что будет дальше. Сейчас. Подписания временные, но бывают. Хорошо, надеюсь, ситуация нормализуется. Итак, возвращаемся к нашему открытому уроку. Так вот, нам надо, чтобы наши декораторы заработали. Для этого у нас активируется в настройках, как я вам сейчас здесь покажу. Есть файлик tsc.config, который задает все настройки. Предполагается, что вы уже знаете, как он устроен. Но если вы вдруг не знаете, я в самом конце приложу полезную ссылку на GitHub-репозиторию, в котором очень подробно, очень классно написано, как этот tsc.config работает и вообще, что там за параметры. И вот наш вот этот experimental decoraтор, который у меня поставлен как раз-таки на флаг true. Так что, собственно, прошу прощения, чуть сбился. У нас этот флаг позволяет сделать рабочим наш код с декораторами. И возвращаемся к презентации. Так вот, ну вот простой пример декоратора. Что у нас здесь будет происходить? Мы сначала, у нас есть какой-то класс А. То есть, неважно, у нас здесь класс А, у него есть один метод под названием метод, который делает самое простое. Делает просто console.log метод. И мы поверх этого метода ставим декоратор под названием my, который просто делает ровно то же самое. Он вызывает, пишет влог информацию, какую-то информацию о том, что у нас вызвался декоратор. Так, я сейчас, кстати, начинаю примерно понимать, когда начинаются проблемы с соединением. Я вижу то, что у меня OBS помечает, то, что сервер YouTube отвечает медленнее, чем хотелось бы. Вот, это неприятно. Да, я понимаю то, что у вас при подвисаниях продолжается с того же момента, на котором восстановилось, но это не критично, но все равно это немного напрягается. Хорошо, в общем, пишите, если будет подвисать. Я попробую эту проблему максимально оперативно решить. Так вот, у нас при запуске данного метода, данного простого кода, получится примерно следующее. У нас сначала вызовется декоратор, то есть еще до того, как мы инициализируем наш класс, уже наш декоратор будет вызван. После этого вызывается уже сам код, то есть видите, console.log.pfo вызывается после того, как вызвался декоратор, и уже только после этого вызывается сам метод. То есть несмотря на то, что мы проинициализировали класс до того, как он... Вернее, несмотря на то, что инициализация класса произошла после console.log.pfo, мы все равно увидели информацию из декоратора до того, как этот класс был проинициализирован. То есть TypeScript проходит по всем классам, у которых есть декоратор, запускает все декораторы и уже с ними работает. И так вот, сейчас можем попробовать написать или... Ну, в целом, да, если вдруг есть необходимость, я могу данный код сейчас написать и показать, как это работает, но давайте лучше посмотрим на реальном примере, для чего это, собственно, было создано. Декораторы были созданы не для того, чтобы просто писать в console.log. Так вот, что нам нужно? Как я уже вам ранее показал, мы бы хотели, чтобы у нас как-то автоматически, с помощью магии, вот такая запись, где мы ставим get по пути test, индекс кендер превращалась примерно в следующее, то есть чтобы наш роутер по пути test записал... При методе get на пути test записался наш обработчик. То есть вот мы бы хотели вот такую магию получить. Да, по сути, декораторы — это возможность творить ту магию, которую вы бы хотели творить, никаких ограничений тут нет. То есть что хотите, то и творите. Ну, правда, с ними бывает тяжелее что-то отслаживать, но в целом такую вещь построить можно. И давайте, собственно, мы эту штуку попробуем реализовать. Теперь я уже открываю код, и, скорее всего, я открою этот код достаточно надолго. Сейчас я у себя все подготовлю для того, чтобы писать и тестировать, что у нас происходит. И постепенно будем двигаться. Сначала мы напишем простой декоратор для нашего get-метода. Для этого мы идем в наш home-контроллер и смотрим. Ага, окей. Давайте сейчас для простоты я сейчас попробую сделать так, чтобы было видно сразу два куска кода в двух файлах. Сейчас. Скорее всего, это можно сделать как-то так. Сейчас. Видите, из режима презентации. И нет, не то, не то, не то. Прям совсем не то. Вертикальная сплит. Да, прекрасно. Вот мы и получили то, что мы хотели получить. Так. Теперь мы создаем новый файл. Допустим, структуру приложения, архитектуру приложения вы можете убирать сами. Я сейчас здесь в папке с rc, допустим, закину папку Decorators. То есть мы будем здесь хранить все наши декораторы, которые будут использоваться в приложении нашем. И напишем, допустим, методс. Один файл, из которого будут вваливаться все наши декораторы, которые нам нужны. И поехали. Мы хотим сделать декоратор под названием get, чтобы можно было его вот здесь вот сюда подключать. Делаем export function get. Давайте для начала мы сделаем вообще максимально, максимально примитивный декоратор, в котором мы напишем console.log get code. Все. Вот. Это все, что он будет делать. И подключим его как раз-таки уже вот сюда. Мы для этого пишем собачка. Get. Ждем, пока PHPStorm подскажет нам нужный декоратор. И все, подключаем его сюда. PHPStorm автоматически подбросил вот сюда эту информацию. То, что мы делаем импорт из Decorators methods. И подставляем его сюда. Так. Сейчас, на что он ругается. Так. Так. Так, пока. Неудобно, конечно, что у вас не указано имя в чате, но вы спрашиваете, как так происходит. Ну вот мы сейчас с вами на конкретном примере и посмотрим, как так происходит. Так. Сейчас мы сразу сделаем путь. И мы хотим, чтобы он был по пути. Индекс, например. Так. И сделаем сейчас этот простой возврат. Ну, поскольку нам надо чего-то вернуть в декораторе, сейчас я по памяти не буду. Я заранее заготовил часть кода, чтобы не перебивать по памяти. То есть у нас в ответ стандартно возвращается следующая информация. Сейчас я по порядку по ней пройдусь. Да. Все. У нас перестало быть красным. Неудобно, конечно, видеть сразу два файла, но сейчас для удобства я покажу вам аргументы таким образом. Дескриптор. Супер. Так как, как у нас там дела в чате, никто ничего не писает. Скобочки нужно, ну, скобочки нужно убрать, если у нас не будет аргументов, но у нас аргументы есть, поэтому скобочки мы поставим. Так вот, что у нас есть что. Мы давайте еще здесь вот для того, чтобы было удобнее показывать, о чем идет речь, консоль лог, и сделаем прям target, property key и descriptor. Да, все, вот мы и запустились. Собственно, что есть что в рамках нашего декоратора? Target – это как раз-таки наш класс, то есть в нашем случае это будет экземпляр класса home controller. Property key – это к чему именно мы повесили наш декоратор, то есть в нашем случае это как раз-таки будет индекс-хендлер. Вот мы, поскольку мы повесили декоратор на индекс-хендлер, мы как раз его здесь видим. Ну и descriptor – это по сути сам метод, который есть в своей флаге, и value. Внутри value как раз-таки и расположен callback, который будет вызываться при вызове данной функции. Так, у вас снова пошли фрезы, я так понимаю, судя по чату. И вот сейчас, да, я прям начинаю видеть то, что YouTube не успевает собирать информацию с меня. По непонятным этого причинам. Так. Сообщите, пожалуйста, как обстоят дела сейчас с трансляцией. Меня нормально видно, нормально слышно. Есть ли какие-то проблемы или тормоза. Я пока сам, конечно, посмотрю, что у нас там происходит в эфире. Так, вроде бы я сейчас смотрю, у нас с эфиром особых проблем больших нету. Но вы поправьте меня, если вдруг есть какие-то проблемы. Да, перезагрузка – это вряд ли поможет. Так, вот вы пишете плюсик, это что значит? То, что есть проблемы, Петр? Есть проблемы с тормозами или пока ок? Пока ок. Да, я, к сожалению, не знаю, с чем именно связано вот это вот подтормаживание. Вот, но вы мне пишите, если вдруг будут возникать какие-то проблемы с тормозами. Будем думать, что с этим делать. Ну, или хотя бы не будем говорить полезной информации, пока есть тормоза. Я ведь верно понял то, что потом информация все равно, ну, как бы до вас доходит. То есть не бывает пропусков типа того, что я чего-то говорю, потом резко перескакивает, и я это уже как будто не говорил. Или он просто со временем начинает как бы с задержкой идти сам стрим. Если так, то это еще куда не ушло. Надеюсь, сейчас YouTube так сильно косячить не будет. Хорошо. Все. Так, у меня открылась презентация, хотя это не планировалось. Так вот. Сейчас я чат вынесу так, чтобы я его постоянно видел на другом мониторе. Чтобы не пропускать информацию полезную от вас. И закрою все лишнее у себя. Может быть, что-то у меня с интернетом. Но раньше проблем не замечалось такого рода. Так. Так вот. Мы увидели, что у нас происходит непосредственно внутри нашего декоратора. Так вот. У нас сам каком контроле представляет собой объект. Мы можем этот объект здесь на данном этапе чего-то пробросить. Для начала нам нужно вытащить его в конструктор отсюда. Это то, что потом будет передано внутрь самого метода конструктор. Мы его вытаскиваем таким образом. Конструктор. Указание явного типа any я делаю для того, чтобы потом мы могли что угодно в него добавлять. Потому что, если этого не указать, то у нас TypeScript будет ругаться на то, что мы пытаемся пробросить какую-то информацию. И так вот. И мы здесь, допустим, в roads хотим чего-то записать. Давайте пока мы сделаем просто, что сразу этот roads является массивом с какими-то данными. Так, нам список файлов уже явно не нужен. Лучше будем использовать это пространство полезным образом. Мы берем тот же синтаксис, что и здесь нашего объекта. И вставляем сюда. И давайте для примера сделаем Decorators. Если мы делаем то, что по методу Decorators, мы будем запускать какую-то информацию. Давайте сделаем самый-самый простой обработчик. Сейчас. Race.JSON. True. Все, мы хотим увидеть то, что в целом у нас декоратор чего-то полезного это сделал. Идем в Google Chrome, чтобы посмотреть. Пути Decorators. Да, что-то пошло не так. А что именно пошло не так? А мы же прописали в конструктор эту информацию, а нам нужно эту информацию уже потом дальше передать внутрь нашего экземпляра класса. Да, и, кстати, надо еще не забыть вернуть сам дескриптор, чтобы наш метод заработал потом, чтобы он не сломался. Так вот, теперь нам нужно эту информацию, которую мы записали в конструктор roads, использовать где-то. Давайте ее используем вот в нашем init roads. Мы здесь можем проверить, вытащить ее примерно таким образом. То есть назовем их конструктор roads. Все, нет, давайте сделаем конструктор также, any и this constructor. Все, главное не опечататься. Да, прекрасно. И теперь const roads равно constructor roads. Да, давайте только roads from constructor, чтобы было понятнее. И теперь мы их просто вместе сконкатинируем. Все, и теперь мы можем рассчитывать, надеюсь, на то, что те роуты, которые прописались через наш декоратор, пропишутся в наш, да, вот в наш экспресс-сервер. Смотрим. Да, действительно, собственно, что мы получили? У нас есть метод декоратор, с которой как раз-таки был прописан внутри нашего декоратора. Да, я прекрасно понимаю, что мы сейчас жестко-жестко захардкодили, то, что у нас есть всего лишь массив, всего лишь с одним элементом, но сейчас на простом коде вам, скорее всего, будет понятно, как это отсюда сюда перетекает. Если у вас вдруг возникает какое-то недопонимание, что именно происходит, вы можете писать в чат по этому поводу, и я отвечу на вопросы, на которые буду знать ответ. Надеюсь, буду знать ответ на все вопросы. Так, сейчас посмотрю, что у нас там в чате происходит. Хорошо, что... А, откуда таргет появляется в декораторе? Почему в параметрах декоратора нет декорируемой функции? Так, Максим, я с вами не совсем согласен по поводу того, что его нету. Он, разумеется, здесь есть. Вот он, дескриптор. И как раз-таки внутри дескриптор value и лежит наша функция, которую мы можем запустить или как-то ее обработать. То есть мы уже находимся внутри нашего декоратора и можем получить доступ к этой функции. Если я вас правильно понял, что вы имели в виду. Откуда таргет появляется в декораторе? Почему? А, появляется в декораторе, он идет первым аргументом функции. То есть у нас вот сам декоратор, это какой-то метод, и он возвращает, по сути, является, ну, другую callback функцию, в которую первым аргументом будет приходить экземпляр класса, вторым аргументом путь до свойства, которое мы декорируем, и само значение, которое находится внутри этого свойства. Вот. То есть примерно такая логика. Для каждого формата декорирования, а для каждого типа случая, который мы декорируем, класс, свойства или метод, чуть-чуть своя структура. Ну, в случае с методом, вот примерно так. Максим, я надеюсь, на ваш вопрос я ответил. Так. Да. Максим, я правда, я вот сейчас вот вашу... К чему вы написали фу равно декоратор фу, я до конца не понимаю. Если вы поясните свой вопрос, я на него точно отвечу. Так вот, мы получили то, что мы хотели получить. Мы запускаем наш метод. Сейчас давайте проверим еще раз. Да, действительно. У нас в нашем контроллере road инициализируется внутри него таким образом. У нас нет метода декораторс. Но у нас есть инициализация роута таким образом. Ну, давайте теперь чуть-чуть переведем в порядок. Все-таки, чтобы у нас это не было хардкодом, массивом из одного элемента, мы можем, во-первых, для начала сделать проверку, что там, в принципе, чего-то есть. Констрактор roads. Сейчас. Так. Если там ничего нету, то мы записываем туда пустой массив. И потом уже, поскольку мы уже точно уверены, что там будет не пустота, а там будет чего-то полезное, мы можем делать констракт роутера, roads push, и туда добавлять нашу необходимую нам информацию. По поводу дженериков, мы не будем везде писать ини, конечно же. Мы будем использовать дженерики, когда мы сейчас до них дойдем. Мы к ним сейчас активно двигаемся. И просто сейчас опишу ини для того, чтобы ускорить объяснение именно декораторов вам. То есть декоратора... Ну, в данном случае мы получаем рабочий функционал на декораторах, и это, наверное, важно. Понятное дело, что везде надо писать типы. Если мы хотим писать хорошо поддерживаемый рабочий код, типы надо тоже писать везде. В данном случае просто мы этим чуть-чуть перенебрегаем. Так вот, для человека, прошедшего из питона, эти декораторы не очень интуитивны. Думаю, это Максим имеет в виду. Я, к сожалению, на питоне не занимался коммерческой разработкой. Я писал только какие-то вещи по чуть-чуть сложнее Hello World, и не более того. Я не могу сказать наверняка, как устроено это в питоне, к сожалению. Но мне стало интересно, я попробую в этом разобраться. Так вот, мы получили то, что хотели. Теперь у нас есть массив, куда мы дописываем эти роуты, и потом эти роуты мы смёршиваем уже здесь. Вот. Собственно, вот как оно работает. Мы теперь давайте используем... Так, поскольку у нас здесь get и get, окей, отлично. Мы теперь пропишем путь отсюда и сюда, и посмотрим, как оно будет работать. У нас здесь есть getIndex. Смотрим, что у нас получается в итоге. Всё, у нас декоратор говорит следующее. То, что при запросе get по пути index, мы хотим запустить именно этот обработчик с этими данными. Вот у нас есть данные, которые просто возвращают какую-то информацию. Не важно. Идём на путь index и смотрим. Так, а, он пока возвращает true. Да, действительно, потому что я пока заменил, сделал только постановку пути сюда, а теперь нужно подставить обработчик. Ну, самое простое, что можно здесь сделать, мы можем взять вот прямо вот этот res.json и вызвать сюда descriptor value. Могу чуть-чуть где-то опечататься, но он должен сработать. Да, вот, смотрите, сработало. Действительно, мы теперь получили ту магию, которую хотели получить. Мы повесили декоратор над нашим методом indexHandler, сказали ему то, что мы хотим при запросе get получить на путь index, получить результат выполнения нашей данной функции. Причём интересно то, что мы можем сюда передать наши стандартные нативные request и response из нашего запроса. Ну, для этого надо будет только для сохранения контекста сделать вот такую обёртку. Сейчас, а, нет, здесь это не надо, у нас уже это сделано выше. Мы просто эти аргументы функции передаём и, допустим, reg query. Посмотрим, что у нас получится из этого. Заберётся ли он каждый раз, когда что-то пошло не так. Аргумент для reg не был. А, у нас в другом месте используется тоже этот же indexHandler, который я для примера использую. Но ничего страшного, мы запускаем ещё раз. Да, всё запустилось. И у нас... А, да, ну я с ним ничего не сделал. Давайте хотя бы его в console.log запишем, чтобы увидеть, что у нас какая-то информация сюда пришла. Лишняя точка запятой. Да, что-то пришло. По идее, если мы сейчас... QA. Да, собственно, вот мы передаём чего-то. Вообще, да, я понял, что вот как бы масштаб адреса строки увеличить, так, чтобы вы увидели. В общем, надеюсь, вы все видите. Я здесь как раз таки передаю query string q равно a, и мы её здесь увидели. То есть мы всё. Мы теперь можем удобно и красиво писать наши методы. Да, но мы хотим, чтобы у нас была возможность не только get-метод таким образом устроить, но и хотели бы сделать таким образом метод post. Для этого мы поступаем примерно следующим образом. То есть мы сейчас экспортируем функцию get, внутри который будет всё-всё-всё-всё-всё-всё то же самое, кроме того, что здесь будет другой метод. Мы как бы делаем ещё одну обёртку для того, чтобы эту информацию можно было... Ну, для того, чтобы эту информацию можно было подменять. И давайте сейчас допустим http method decorator и назовём его метод string и он уже будет возвращать как раз таки эту функцию будет возвращать функцию которая возвращает функцию мы строили функцию в твою функцию для того чтобы ты мог вызывать функцию пока вызываешь функцию вот примерно примерно такая штука так и теперь get равно get по string так сейчас всегда хочу я хочу с первого раза вот так по моему это будет это мне передали что что на винде хорошо используют для того чтобы зумить но я очень сильно надеюсь на то чтобы на на то что вы увидели тот пример вот и зумить не придется я понял в чем моя ошибка ошибка моя вот в этом прошу прощения теперь наш декоратор get он юля вызывает нашу обертку для того чтобы получить декоратор то есть примерно вот такая такая картина так мышка и мы теперь этот метод поставляем сюда и смотрим что у нас в итоге получается в качестве результата да все работает все запускается мы получили ровно то что мы хотели получить вот все теперь мы можем делать такие же декораторы использовать такие же декораторы для поста ну например давайте поступим следующим образом сделаем допустим по пост тест поскольку у нас будет просто надо как-то посмотреть информацию в теле запроса рек боди блок все ничего больше не будет в этом обработчики а надо еще экспортировать пост теперь мы можем использовать декоратор пост ждем ждем и даешка нам подсказывает за нас импортирует и метод тест пост все так теперь нам нужно как-то этот пост запрос сделать мы сейчас воспользуемся да так с этим можно воспользоваться постманом чтобы не тратить время лишнего сейчас мы запустим вот наш localhost и какой у нас там тест пост трудно даже сохранилась в прошлых уроках информация тест 1 все да вот мы видим в логах я надеюсь вы тоже это видите и разумеется да здесь тоже у меня может быть можно потому что беру не сделать побольше сходу но к сожалению в этом поздновато подумал о том что надо было бы приготовить так чтобы можно было масштабировать экран прямо здесь в режиме реального времени для вас ну так вот мы делаем запрос на наш тест пост с боди тест и получаем собственно эту информацию и все теперь мы можем такие декораторы городить сколько хотим хотим делаем output декоратор то есть мы просто здесь его добавляем прям вот здесь мы сейчас его поменяем все ждем сейчас все соберется я просто да да я вспомнил то что x а пост надо суду дарить нужно скрипт ругается за то что мы оставляем не используемые переменные чё лишний раз тратить время на подключение лишней информации если мы не используем я его прекрасно понимаю все теперь мы можем сделать путь запрос и получить такой же результат да все прекрасно все работает и вот мы с вами написали декоратор для наших методов хорошо теперь ну разумеется есть куча разных интересных полезных бойлеров которые на тайп скрипте уже из коробки такие вещи умеют и то есть там уже есть встроенный декоратор они все прекрасно так и работают мы просто пишем get и погнали но мы бы хотели сделать примерно то же самое с нашим контроллером чтобы мы любой класс могли превратить контроллер максимально быстро не не занимаясь указанием допустим базового типа у него мы хотим чтобы вот здесь у нас был какой-то road контроллер например и указан базовый тип все больше ничего больше чтобы ничего там не было сейчас я вернусь ненадолго презентации потому что я возможно презентации чего-то полезное хотел по этому поводу сказать пока пока что ничего так вот мы хотим сейчас секунду да я хочу действовать мы точно этого хотим да мы мы хотим сделать так и сделать так чтобы контроллер работу запускался у нас становился контроллером с помощью кого-то декоратор то есть сейчас мы напишем декоратор для класса а прежде чем к этому перейдем давайте я посмотрю какие вопросы мне позадавали чтобы на них поотвечать и пожалуйста напишите мне кто-нибудь как у нас дела со связи все ли в порядке не зависаю ли я не пропадает ли к не полезной информации которые говорю так можно ли для декоратора использовать arrow function вопрос хороший я вы знаете я сход даже на него ответить не могу мы можем попробовать и посмотреть что у нас будет вроде бы вроде бы у нас контекст здесь никак не используется с вами и узнаем вместе ответ на этот вопрос да можно собственно вот данном случае нашим в нашей ситуации да мы можем это использовать запись даже покороче красивее получается спасибо очень никаких проблем не возникает я не могу отвечать наверняка может быть где-то контекст будет нужен но я сейчас попытаюсь прям перебираю себя в голове все спор все моменты использования декораторов и среди них действительно нет того где мы используем какой-то так что да можно использовать стрелочную функцию спасибо за этот вопрос я смог показать мы смогли сделать наш код чище и красивее так возвращаем значение дескрипторы это и есть тот метод который будет вызываться да 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 он ну мы внутри него есть дескриптор . value внутри которого уже сам метод конкретно но есть стандартные системные информации типа writeable и marvel configurable то есть это флаги стандартной системы у дескриптора да то есть мы можем по сути мы можем его подменить если хотим мы можем какой-то свой результат сделать я чуть позже покажу мы будем писать декоратор для логирования я просто решил сначала рассказать декораторы потом чуть-чуть дженериков а потом чуть-чуть логирование чтобы успеть дженериков точно потому что иногда вебинар затягивается и мы можем чего-то не успеть в этот раз я хочу успеть рассказать все что я запланировал рассказать так вот мы хотим написать декоратор для контроллера для этого мы ну давайте создадим здесь декоратор с и назовем его контроль вот незадача я хотел чтобы он открыл его здесь окей окей мы люди не гордые мы его перенесем сюда чтобы было удобно работать и так и вернем обратно режим презентации так вроде бы все получилось как надо так связь пока норм я просто почему спрашиваю потому что я вижу как сейчас со связью есть некоторые проблемы почему-то вот поэтому и спрашиваю и пожалуйста наверняка поймите все ли со связью в порядке потому что если я начал смотреть сам youtube то скорее же ситуация станет еще хуже так что пишите пожалуйста что-то будет не так если будут пропадать какие-то мои слова я лучше еще раз расскажу потрачу время и ну чтобы не дай бог не было ничего упущено так вот возвращаемся обратно сюда мы хотим написать декоратор для контроллера для этого мы берем и пишем сначала простой у меня есть небольшая заготовка просто для декоратора чтобы нам руками не перебивать мы хотим что был роут контроллер на вход там при получает чисто только не роутера road строку на что в ответ он возвращает тоже callback и тут у нас уже используется generics extend сейчас мы сначала делаем я сейчас про generics кроме чуть позже сейчас у меня есть заранее подготовленная запись для конструктора для того чтобы мы могли спокойно использовать и type script у нас не ругался за то что мы чего-то сделаем вот у нас будет функция которая на вход в качестве generics принимает что-то что является конструктором ну имприментить тип конструктора а за имприментить тип конструктора ничего сложного потому что у него все они 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 мы можем делать с ним что угодно и на основном нас не будет ругаться да это запись не очень корректные но мы получаем то что у нас уже работает и тут уже на вход тип и на выход тип про дженерики я вам сейчас обязательно все расскажу так вот и здесь у нас ну по сути ситуация будет довольно таки короткая нам надо просто вернуть объект констракт в котором уже будет прописан наш путь паф равно out и все класс кстати констракт на что он почему он ругается народ хотя у нас этот параметр здесь уже есть так так потому что я не типа это значение все прошу прощения все мы чего-то прописали внутрь нашего конструктора то есть все мы теперь можем как бы ну эту информацию использовать внутри себя давайте материальный декоратор навесим вот сюда road контроллер и допустим сделаем тест давайте мы не будем мешать его на тот же путь мы хотим посмотреть как оно работает ну и кстати давайте на всякий случай расставим логи чтобы было интереснее посмотрим как оно заводится когда что происходит construct log и у меня почему-то упорно не хочет altf12 работать мы увидим так ага от старого от старых декораторов в старых декоратах мы убираем наши логи они нам больше здесь ни к чему мы вроде бы с ними разобрались да так я очень надеюсь то что у вас тишина в чате значит все в порядке и вы просто не хотите писать ответ на мой вопрос все ли в порядке со связью который я задавал пост так написали что со связью все в порядке потому что есть у меня опасения что есть некоторые задержки так сказать окей так а мы возвращаемся к нашему декоратору для контроллеров сейчас на всякий случай я внулю страницу с чатом потому что у меня теперь не покидает небольшая паранойя то что вдруг что-то идет все таки не так а я в этом просто не знаю все в порядке вы просто ничего не писали хорошо а теперь мы можем посмотреть что у нас происходит здесь ага то есть только я заговорил пошли задержки да прекрасно ладно я в общем больше не буду спрашивать пишите если что-то придет не так надеюсь сейчас ситуация нормализуется причем у меня сколько вот показывает интернет получается на 8 ну 30 мегабит точно стабильно держит то есть я не могу понять он даже больше 60 мегабит сейчас показал то есть не никаких проблем нет ну окей все окей все все пока надеюсь сейчас ситуация нормализовалась вот если нет то вы не пишите я я пока буду рассказывать дальше про повод того что у нас с декораторами класса происходит что у нас происходит здесь сейчас вот мы видим то что у нас роут тест первое еще до того как мы инициализировали а потом уже мы приходим сюда мы класс проинициализировали наш new home контроллер вот здесь в index.ts и уже мы пришли сюда и мы видим то что у нас есть home контроллер с какими-то роутсами то есть у нас уже наши декораторы методов были вызваны и они уже чего-то сделали какую-то какую-то работу все вот мы вот мы их собственно видим мы видим только web tour формация который был который была проделана с нашим конструктором то есть вот это тоже важно понимает то что мы не видим вот эту информацию которая внутри нашей натализации нашего класса 8 этих всех вещей не видим мы видим только то что было сформировано за счет этих декораторов вот мы прописать здесь информацию нас изят-вот декоратора допустим сейчас уберем наш декоратор на по на hurt и посмотрите что приходит наш декоратор Загружается И что-то здесь не так Да, конечно, я опять забыл убрать Простите, пожалуйста, то, что я такой невнимательный Я не специально Да, все в порядке То есть вот та информация, которая вышла к нам из декораторов У нас здесь, мы с ней можем как-то работать И мы можем какую-то информацию передать дальше Для того, чтобы мы во время инициализации Как-то эту информацию внутри себя уже использовали Для этого сейчас я посмотрю точно Чтобы сейчас время не терять лишний раз У нас, так, здесь Ну и этот путь Давайте пока не будем убирать Мы посмотрим, что у нас произойдет с ним Если мы его оставим Мы для этого внутри инициализация нашего экспресс-приложения Где у нас тут подключается контроллер Вот здесь вызывается его и нитроудс И мы здесь как раз таки его залагируем Посмотрим, что у нас приходит сюда при инициализации А у нас сюда уже приходит наш путь тест То, что мы прописали вот здесь То есть мы, расширяя конструктор Мы уже напрямую прописываем какую-то информацию Внутрь нашего класса То есть мы можем его расширять И вот эта информация нам, по сути, больше здесь не нужна Все, то есть мы ее выбрасываем Нам это не надо И у нас теперь задается путь как раз таки через наш декоратор Все, теперь мы смотрим, что у нас получается в итоге Запускаем наше приложение И идем по пути По пути так Тест И у нас там, по-моему, индекс Где-то вы и на вызов идет Да, все, прекрасно Мы сделали запрос по пути тест Потом дальше идем индекс И пришли как раз таки чисто на декораторах Ни на чем более пришли уже сюда То есть у нас запустился конкретно этот обработчик Вот Теперь мы переходим уже дальше Следующий пример про декоратор Да, у нас время еще есть Поэтому могу остановиться на декоратор чуть побольше Нам нужен, допустим, декоратор для логирования Например, мы делаем какой-то запрос И мы хотим залогировать информацию, которая пришла в наш запрос И сам простой способ Это внутренний, внутренний нашего запроса Написать консоль лог И вот нам пришел в хом контроллер Пришел пост запрос на этот Конкретно сюда То есть да, мы уже с этим можем жить С этим можем работать Но вот это вот покоя нам не дает Хотелось бы, чтобы мы могли повесить Такой красивый декоратор логер Там с указанием категории хом И чтобы это все привело к тому Что все это будет работать примерно так же Как и работает стандартный логер И как раз таки для этого нам уже нужно Вклиниваться в сам дескриптор Нам нужно подменить функцию То есть что нам надо Мы берем саму базовую функцию Которая потом будет вызвана И оборачиваем ее своей функцией В которой уже будет запускаться логирование На словах звучит довольно таки просто А на деле оно на самом деле еще проще Давайте мы сделаем Ну, давайте прямо вот здесь Вот прямо в файле метод сделаем Я не буду создавать отдельный файл Под декораторы, которые системные Ну и мы сделаем Function Logger И на вход у нас категории Мы же хотим, чтобы наш фреймворк Который мы пишем Он мог по категориям Раскидывать наши логи А не АБК Типа раскидывал Чтобы мы потом Не могли с этим работать Мы копируем Начало вот это вот Ну, просто чтобы не переписывать руками Да, я, кстати, сделал опечатку Там logget А это logger И добавил лишнюю скобочку Прошу прощения Сейчас у нас все соберется нормально Да-да-да-да-да Я уже поправил, спасибо Вот Я не обратил Ой, у меня опять призыв включился Не обратил на это внимание Так вот Давайте повесим его сразу же На вот этот наш get Пишем Logger А, да-да-да-да Давайте его сейчас быстренько экспортнем Export И категория home Собственно, мы хотим добиться того Что мы хотим добиться Сейчас посмотрим, что у нас в текущий момент происходит Да, у нас запускает стандартный обработчик И ничего интересного у нас здесь не происходит И в логах ничего полезного не написалось Ну да, вот этот вот regQuery написался Но нам это не интересно Мы хотим, чтобы у нас подменилось исполнение нашего метода Для начала мы здесь внутри Как бы запоминаем Выносим отдельную переменную Оригинальный метод Original Implementation Назовем так Descriptor Value Все, у нас здесь Сейчас Выведу его Вот здесь у нас содержится Оригинальный метод То есть мы можем его Прямо вот так вот вызвать И Прямо произойдет то, что мы Ожидаем сделать внутри нашего обработчика И теперь мы Внутрь нашего обработчика Value Записываем Записываем функцию Допустим Log И пишем Так, там вопрос Какие есть? Нету Console Log Something Пока просто что-нибудь Напишем И Вызовем Original Original Implementation Apply Тут у нас This Кстати, здесь мы не можем Использовать Теялышную функцию Поскольку нам Нужно сохранить Сохранить контекст И arguments Arguments Это то, что придет В наш В наш метод Смотрим Что происходит Так, оно Не упало Это уже хорошо Идем сюда Ага Логирование Произошло А Что-то у нас здесь Что-то не так А, ну да Да, да Мы, собственно, да У нас сам этот Вызвался прекрасно Никаких ролей нет Но мы забыли его вернуть Обработчику Чтобы он вызывал Наш уже новый метод Который мы подменили здесь В татуре которого Мы пишем чего-то в лог И потом уже Вызываем Самый оригинальный метод И сейчас Что-то все равно идет не так Так, сейчас я посмотрю Свою маленькую шпаргалку Я же это уже делал Ну вот Но сейчас попробую Сначала сам Своей головой посмотреть Если сходу не получится То будем Думать, почему это происходит Таким образом Оригинальный метод Мы здесь его вызываем С аргументами С this Так, давайте попробуем Перезапустить Опять презентация Тест Что-то явно пошло не так Я где-то совершил Какую-нибудь маленькую глупую ошибку И теперь героически Пытаюсь ее найти Descriptor value Мы его перезаписываем И его же возвращаем Не должно быть Собственно никаких проблем Так, интересно Если мы сейчас этот логер Вообще уберем Он сейчас наругается На то, что мы его не использовали Но подождем Так, все возвращается Обратно на свои места Хорошо Теперь возвращаем логер обратно Надо все-таки разобраться В чем Что именно пошло не так Два ретурн Не уверен, что об этом проблема В двух ретурнах Хороший совет Пробую излагировать здесь Чтобы посмотреть Что у нас вообще здесь находится Внутри нашего Нашего контекста Нет, все в порядке Вот он наш The is И мы применяем Как раз таки метод К этому The is И используем аргумент То есть тут Все в порядке Давайте посмотрим Давайте посмотрим Что нам пришло Вот здесь Да, Татьяна Я понимаю, что Тут проблема Явно не в двух ретурнах Проблема в том, что Я где-то накосячил С внимательностью И теперь буду героически Сейчас искать Эту Свою проблему То есть, да Вот мы Мы его выписали сюда Посмотрим Сюда у нас Приехало то, что надо Да Function IndexHander Прекрасно У нас даже приходит сюда Он почему-то Не вызывает наш IndexHander Почему же это может быть? Сейчас я посмотрю В свой же репозиторий Дабы сэкономить наше время И посмотрим Буду смотреть просто Построчно Чем у нас отличается То, что сделали Сейчас вместе мы И То, что сделал Сегодня недавно Сегодня, когда готовил Именно этот Именно этот пример С декоратором С логером Сегодня я Чем это все отличается То есть, если наш Текущий метод Вот Заменить Момо Ничего толком Не меняется Ну, посмотрим Может быть С декораторами Придет и магия Но Магия не случается Это действительно Очень странно Это Прямо по-настоящему Очень странно А может Да вот Вы знаете Он С другим декоратором Обычно не конфликтует То есть, они применяются В порядке очереди И никаких проблем Особо не возникает Обычно То есть, это Странно Что эта проблема Произошла Вообще Так Зачем Вернуть дескриптор А лог сам по себе Вызвать Нет Если мы просто Вернем дескриптор Вот Типа Если мы лог вызовем Вот здесь То он вызовет У нас при инициализации А мы же О, кстати Смотрите А, это лог Это лог Это просто лог Это просто поменялось Само сообщение лога Ничего более Ничего интересного Смотрите Вы написали Зачем Менять дескриптор value Обернуть дескриптор В общем Если мы его здесь Вызовем лог Вот в этом месте Один лог Он вызовется Один раз Когда у нас Все заводится А нам надо Чтобы он вызывался При каждом вызове Нашего метода То есть, чтобы он Вот здесь Здесь это происходило В данном месте В данном контексте Вот В этом разница Но сейчас Интересная штука Почему-то Он не запускает Этот Этот метод Сам по себе И вы знаете Я пока Затрудняюсь ответить На этот вопрос Почему это происходит Поэтому Давайте поступим Примерно вот так Будет, конечно, очень забавно Если он сейчас И здесь не сработает Это будет совсем фиаско Да, там другой road Уже, конечно, у нас Road Так Сейчас Road у нас Просто слэш И пост Пост холм Ну Да Занимательно То, что я, похоже Даже в подготовительных материалах Совершил Ошибку То, что у нас Не применяется метод Давайте так Сейчас этот вопрос Мы оставим Я сейчас Перейду к дженерикам А потом Сейчас С дженериками Если быстро закончим Я сюда вернусь И мы с вами все-таки Добьем этот момент До результата Потому что Может надо Logger в rapper Возвращать Так нет Я бы Я бы с вами согласился То, что надо Возвращать Logger В rapper Если бы У нас Сейчас Вот здесь Так Вызываем Logger Если бы у нас Эта штука Не вызывалась Если бы у нас Эта штука Вообще бы не вызвалась Да, тогда Проблема была бы Именно в этом Но Возможно Как заявили ранее Проблема именно в конфликтах Декораторах Я сейчас Подумаю Пока буду рассказывать Вам про дженерики Я подумаю На тему того Что может привести К такой проблеме Прошу прощения За такую Странную ситуацию Так вот Про логирование Мы попытались поговорить Ну вот теперь Давайте поговорим Про дженерики И чтобы С дженериками Все довольно-таки Просто Мы можем делать Подменяемые На лету типы И мы Используем типы Как аргументы Для инициализации Нашего класса Звучит не очень понятно До тех пор Пока мы не сделаем Чего-то полезного Используя дженерики Для этого мы Напишем свой репозиторий И при чем же здесь Дженерики Давайте пофантазируем На нашем приложении Наше приложение Развивается И постепенно На него добавляется Новый функционал Из чего вообще Создает обычное приложение Из трех вещей Есть клиентское приложение Это андроиды Все телефоны Веб-приложения Даже командная строка В общем Вот то С чем пользователи Заимодействуют напрямую И он уже через API Общается с API-сервером В нашем случае Когда мы пока Мы работаем на JS Это может быть Экспресс-сервер Коа И что угодно другое В общем неважно И уже сам API-сервер Хватит в хранилище данных Я понял что это Голову могу Что-то закрывать полезное На следующем слайде Я прям точно головой Закрою чего-то полезное Я заранее свою голову Временно уберу Так вот Вернемся к слайдам Соответственно Если вот этот вопрос Мы с вами уже Примерно обсудили Как у нас здесь Все происходит Как у нас Присходит взаимодействие А вот как Правильно построить Взаимодействие На этом уровне Я сейчас сильно углубляться В архитектуру Структуры хранения данных Миграции Баз данных И так далее Сейчас глубоко Туда не буду углубляться У нас не по нашей теме Но вкратце расскажу В идеале Ну простыми словами Довольно так Есть HTTP слой Доменный слой Где все контроллеры Модели и так далее Как раз таки Тут у нас происходит Сообщение через API И есть слой Репозитория То есть мы Общаемся Через Общаемся с репозиториями Для того чтобы Уже репозиторий Ходил в нашу базу данных Неважно куда угодно Memcash Redis И так далее То есть мы даже Об этом не знаем На уровне доменной логики Мы понятия не имеем Что у нас происходит За репозиторием И откуда он берет Эту информацию Мы такие юзеры Которые просто ждем информацию Которую он нам предоставит И давайте Рассмотрим пример Репозитория С использованием Дженериками Для того чтобы Можно было Как бы максимально Просто и быстро Понять Что именно там происходит Вот у нас есть Класс репозитория И вот эта интересная штучка То что передается Внутри Вот этих треугольных скобок Т Это как раз таки Тип который будет передан При инициализации То есть мы его можем Передавать Точно так же Как мы передаем Аргументы функции Любые Вот примерно Так это работает И дальше мы уже Внутри указываем Где этот тип Используется Я кстати забыл Один квадрат Иканализовать Вот здесь она Энтитис Но вот здесь он тоже должен быть То есть у нас есть Энтитис Это Энтитис Мотив Массив Из элементов того типа Для которого мы создали Репозитории Есть функция Add Добавление элемента Куда на вход Тоже приходят Как раз таки элементы Этого типа И есть метод И метод И метод Файн Уже выглядит Чуть-чуть Посложнее У него есть Такая непонятная Штука Как K Extends K Of Tab То есть Что это значит Это значит То что внутри Атрибута Внутри параметра К Должно прийти Что-то Что находится Среди ключей Нашего объекта Который мы добавили Репозиторий Давайте рассмотрим На реальном примере Мы сейчас прям будем Писать Это Ну Вот этот вопрос С декораторами Я сейчас обещаю вам Я его добью Вернее Я сделаю все Чтобы его добить У нас время еще будет Так Нам надо сделать репозиторию Давайте мы сейчас Не будем Сильно усложнять себе жизнь И вырезаться Внутрь HTTP логики Мы этот пока Назовем как Alt файлик И Создадим Индекс TS В котором Уже будем делать Свой репозиторий Экспорт Ну Давайте Экспорт Класс Репозиторий Чего-то Какого-то Абстрактного Типа Как я и писал ранее У него есть Entities Это Массив Из элемента Т Т По умолчанию Равен пустому Значению И давайте Сделаем первый метод Метод Наполнение Нашего репозитория На вход У нас Может прийти Элемент Это Т На выход Ничего нам не надо Это вводит И Реализация будет Достаточно простая This Entities Push Push L Все Мы Так Трансляция запинается Это Поразительно Грустно Надеюсь Ситуация сейчас Нормализует С трансляцией И проблем Не Не будет Давайте Я чуть-чуть подожду Пока вы напишите Мне что все в порядке Так Ну что Ситуация не нормализовалась Раз Ага Все Супер Все нормализовалось Сейчас Возвращаюсь обратно Я просто уже успел У себя YouTube Открыть Чтобы проверить Как там дела Все С трансляцией Все в порядке Надеюсь Она нас больше не подойдет Вот У нас В нашем репозиторе Есть метод Add И Допустим Будет Метод GetElements Который будет Как раз таки Возвращать нам Все эти элементы И тут все просто This Entities И Давайте Сделаем Type Книжка Будем хранить Книжки И У него будет Два поля Автор Строка И Название Тоже строка Теперь мы Создаем Сам репозиторий Const Репозиторий Равно New Репозиторий И вот здесь В треугольничек Мы передаем Как раз таки Наш Book Все Мы В итоге Создали Репозиторий Так Он на что-то На что-то Он у нас Очень сильно Ругается А Да Ну то что он Не используется Окей Давайте мы Уважим Его пожелания Чтобы мы Не тратили Просто так Его ресурсы Мы сделаем Максимально полезное Занятие Мы выведем Эти репозиторий Влог Так Да Тут еще Случайно Со старого Кода Кусок Подтянулся Ничего страшного Кстати Нам вот этот Вот Здесь не нужен Всего Сейчас Давайте Мы его Уберем Чтобы вы Видели Удобный Код Так View Presentation Вот Все Так Теперь надо Вывести обратно Терминал Почему он его Постоянно Закрывает Я не знаю Смотрим Все Он на нас Хотя бы Не ругает Вот Репозитория С данными Сущностями И мы можем Что-нибудь Добавить У нас есть Const Book Равно А Ну Сейчас Const Book Book Автор Ну Я хочу Побыть Автором Title Awesome TypeScript Напишу Я когда-нибудь Книжку Про TypeScript И Давайте Мы эту Положим В Add Book Так И давайте Мы его Залогируем Залогируем Вот здесь В самом конце И смотрим Что у нас Получается В итоге Ждем Вот Все Прекрасно У нас Репозитория В Энтетис Положилась Наша Книжка То есть В чем Прикол Прикол В том Что Мы Нигде Не указывали Явно Тип Того Что Будем Классить Репозитория Мы можем Делать Так Репозитория Для любой Структуры Для любых Типов То есть Мы Кратко Используем Дженерики Можем Класть И книги И людей В эту Репозиторию Можем Класть И Всю Свою Жизнь Можем Смотреть Репозиторию Главное Строго Ее Типизировать Теперь Мы Хотим Допустим Сделать Поиск По Этому Репозиторию Ну и Давайте Сделаем Так Чтобы Можно Было Искать И По Автору И По Названию Создаем Метод Find Public Function Find Возвращается У нас Тип Т Айяяяяяяя и тут у нас вот будет как раз таки уже интересная штука k extends key of t на вход нас приходит сейчас вам еще что такое k value any может прийти что угодно что у нас здесь получается в нашем случае мы говорим то что есть новый тип который по сути является перечисления типом t типов t то есть по сути мы могли написать примерно ну сам typescript потом конечном итоге напишет примерно следующее будет типа либо автор либо тайтл то есть мы сейчас будем использовать find давайте добавим еще эту книжку чуть-чуть ускорим наш процесс вторую книжку мы иван иван нас напишет книжку про великолепные php вот будто они друг 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 с другом холиварить что все-таки лучше php или typescript так и на что он ругается да 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 мы ничего не возвращаем эти пока вернем здесь чтобы он не ругался на нас что мы ничего не возвращаем так вот я сейчас ты другого это делаю мы начинаем использовать репозиторий find и смотрите мы сюда можно писать либо автор либо тайтл то есть но нам и даешка сама подказывает вариант который можно писать и тайтл равен иван и если мы попытаемся написать какое-то другое значение сюда то он скажет нам нельзя но мы же не будем мы же не знаем заранее какие будут у нас поля у наших элементов репозитория вот хотим что у нас репозитория был типа независимым чтобы мы могли что угодно туда добавлять для каких угодно типа создать репозиторий поэтому мы используем это вот классную запись кей офф ну просто тк который вытаскивается из кей офф мест подставляем сюда и теперь мы получаем ровно такой же результат мы можем искать либо по тайтлу либо по автору вот давайте поищем по автору конст бук равно и вы ее увидим только она за саму механизм поиска сделать find тут и кей равно белью все вы теперь запускаем поиск по автору и хотим найти книгу которым целый иван и мы находим книгу великолепные php хотим найти по названию и допустим вот так кто написал книгу про тейв скрипт и мы выясняем то что это написал я прекрасно собственно вот примерно так работает этот кей офф теперь если мы хотим допустим сделать что что мы могли бы хотеть сделать интересного но по хорошему да теперь этот репозиторий можно подпихнуть внутрь нашего rest контроллера то есть чтобы у нас как раз таки в контроллере задавался просто репозиторий который к нему привязан и контроллер сам по себе с ним работает то есть нас не контроллер не знает что что и как что и как используется не репозиторий не знает какой тип у нас будет использовать то есть в идеале можно построить свой простой фреймворк таким образом что оно будет само по себе собираться как раз таки используя дженерики и используя декораторы так ну и мы можем также написать метод удали удаление на вход и удаление такая же штука extends key of t гкк ну в общем мы сначала этот элемент найдем то есть по сути он ничем особо сильно отличаться не будет от того что у нас здесь сейчас единственно что мы сначала и чем индекс и индекс не равен минус единицы здесь антитис сплайс всегда путаю эти крутых этих функций ну по-моему это сплайс ну что он в этот раз ругаются а да мы ничего не возвращаем я так и понял что ругается именно это а сейчас на что да все в порядке только интересно на какому-то он 3000 порту чего-то слушает понял понял все запускаем да да прошу прощения find index да спасибо вам большое за то что вы мне подсказали тут find index да и собственно мы теперь если хотим чего-то удалить удаляем примерно по такому же принципу delete и вводим в консоль репозиторий вот и что интересно то что у нас редко конечно приходится хранить какую-то информацию прям сразу в оперативной памяти в качестве свойств класса конечно мы будем хранить на какой-нибудь базе данных и вот уже внутри этих find delete от мы уже можем ну мы можем их из в них уже писать конкретно сохранение в наш нашу баз данных так да 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 я понял то что мы здесь ничего не получаем в ответ да все наша книжка была удалена так с женериками мы кратко разобрались как они и что работают как и как они работают и что не надоют я предлагаю сейчас вернуться к тому вопросу который остался нерешенный с декораторами сейчас есть хотя у вас вдруг возникло мы сейчас смотрите у нас официальная программа под подходит концу осталось только с декораторами разобраться вы пока можете мне написать любые вопросы по программе по текущей теме по программе курса к сожалению целиком ответить не смогу потому что я ее целиком голове не знаю но если у вас вдруг есть какие-то вопросы по тому что мы сегодня изучили или вдруг есть какие-то пожелания что-то что-то еще послушать чтобы что-то рассказал вы пишите пока у нас время еще есть а я пока сейчас посмотрю подсмотрю в свой китлап где мы использовали декоратор для логирования и попробую понять что же я сделал не так то есть мы такой декоратор уже писали по этому проблем быть не должно пока у вас вопросов нету или 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 они до меня доходит я не перестаю ощущать что чего-то что-то что-то идет не так какие-то проблемы со связью несмотря на то что у меня его бс к youtube говорят то что все в порядке со связью у вас какие-то вопросы еще пока не появились потому что игра основная информация основной блок мы сути заканчиваем что-то нет что-то не хорошо получается что она в итоге не заводится все хотя бы не ругается на это и и а возможно кстати дело вот в этом если это кажется так то татьяна я прошу прощения что я вас не послушал сразу да слушайте вопрос с декораторами решился я видел то что татьяна писала татьяна писал тоже дворе тур да да татьяна черенцова спасибо вам большое если вы еще смотрите стрим спасибо большое вы оказывается были правы нам здесь просто не хватает ретур наш метод вызывается все все рассчитывалось но при этом не передавалась дальше так вот что мы получили в итоге у нас получился декоратор логер в котором мы логируем ту информацию которая нам пришла вот в данном случае мы видим то что у нас пришел body с значением тест равно 1 и мы это залагируем ну и как unique same stamp собственно вот сюда мы пришли и мы можем свои декораторы свои декораторы писать любого рода декораторы которые будут вызываться вместе с нашим методом можем даже его подменять мы можем здесь сделать допустим return убрать можем вообще чтобы этот чтобы это возвращало у нас давайте функцию сделаем какую-нибудь f равно rec res res json 1 и return f this arguments вот можно даже вот так хитро запустить и по идее мы сейчас должны прям полностью подменить да татьяна уроки ура я с вами согласен я тоже очень сильно этому рад что у нас получилось и еще больше рад тому что вы оказались справа да все мы подменили вот пришла единичка но что-то тут пошло не так он на что-то он ругается на то что мы в джейсон единичку транс окей а так ты будешь ругаться да странно то что он ругается попробуем вот так не стрелочную функцию не сразу вызов сокращенный на все в порядке вот теперь мы вообще подменили 16 1 за счет другую то есть мы можем внутри декоратор любую полезную где и по любые полезные действия делать которые нас интересуют и подменяет что угодно заменять что угодно смотреть другие свойства нашего класса что-то в них подменить то есть по сути полностью видоизменить наш класс и непонятно зачем надо менять полностью но добавить какие-то аккуратно красивые примеси надо является достаточно полезным занятием вот на этом а у меня так только если 10 декораторов разных логеров на то есть для всех менять дескриптор value но да примерно это так а то и так оно и будет мы можем повесить прошу прощения это достаться получается у нас будет это интересный вопрос сейчас я опять потрачу какое-то время на то чтобы разобраться что именно пошло не так сейчас а ну да 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 потому что я же подменял метод все почти верно что дело именно в этом ну да я понял то что это функцию мы никак не использовали и собирайся да вот все собственно да получается у нас будет декоратор один он будет поверить другого и они будут порядке очереди применяться причем мы видим то что здесь сначала применился декоратор пост потом декоратор home мы поэтому его увидим а потом уже декоратор наш даст-даст то есть они в порядке очереди применяются и это иногда кстати довольно таки полезно потому что иногда в некоторых ну в либо в бойлерах почти во всех мы имеем дело с такими штуками как проверка авторизации проверка прав доступа и уже только после этого запуск какого-то конкретного маршрута и иногда бывает такое что сначала стоит декоратор один который запускает какую-то логику тяжелую а потом уже декоратор проверки доступа то есть юзер у нас доступ не получил на путь тяжелую логику мы выполнили в итоге получается бессмысленная трата тактов процессора времени и потери лишних лишних ресурсов ради того чего мы не хотели бы вообще принципе делать вот если доступа нет зачем мы будем тратить на него силы поэтому декоратор который занимается проверкой доступа стоит запускать самым первым делом чтобы не делать ничего лишним то есть это ну обычно это выглядит примерно так афраист и тут какая-то ролл допустим админ вот и внутри него сам декоратор уже может выглядеть как угодно мы собственно здесь перед вызовом этого декоратора мы делаем здесь проверку ну давайте сейчас время времени уже время тут 21.34 ну в общем декоратор мы можем теперь используя эту информацию которую он сегодня дал можно писать свой декоратор который будет заниматься как раз таки же проверкой доступа для обвинуты или не админ то есть там все реализовывается довольно таки просто но к сожалению нас пока нет никакой системы которая завязана на хранение данных о пользователях авторизованы сейчас пользователь или нет и так далее и давайте продвинемся дальше по нашему по нашему плану небольшая рефлексия то есть если вдруг у вас остались какие-то неотвеченные вопросы которые вы считаете нужно раскрыть сейчас вы их задавайте несмотря на то что время уже прошло я попробую на них ответить и я надеюсь что вам для вас это был для вас это вебинар был полезен я старался собрать максимально простые примеры которые ну можно сейчас быстро за полтора часа рассмотреть но при этом чтобы посмотреть на что способны декораторы вообще да по-хорошему под декораторы дженерики ограничения типов и так далее в тайпскурте можно делать с десяток вебинаров быть может когда-нибудь я до этого дойду и сделаю когда доведу свой репозиторий гитхабе до гитхабе до конца потом можно будет сделать серию видео уроков насчет того что логгеры дело через middleware да можно через middleware вот чем навешивать на каждый метод да прекрасно можно сделать глобальный логгер который будет реализован в виде middleware и подсунут уже внутри экспресса в интеграцию экспресс но бывают такие ситуации когда нужно повесить именно на конкретный метод допустим мы хотим логировать конкретные запросы за конкретной информации допустим у нас сразу из живого примера у нас есть проект банк финтех проект там банк там реальные деньги и мы бы очень хотели логировать абсолютно каждый запрос и попытку сделать любой запрос за информацию в те эндпоинты которые отвечают за изменение баланса счета пользователям поэтому мы используем декоратор который просто если на этот метод и все мы в этом в этом декораторе мы храним все то есть мы сделали один там мани лог декоратор и вешаем его на те методы которые надо потому что они есть разных контроллерах разных местах и мы всегда хотим отстеживать ту информацию которая приходит от юзера для того чтобы забрать деньги или перевести деньги на другой счет middleware она все таки все таки более глобальная да можно middleware повесить на уровне роутера на уровне ну как в каком-то месте сейчас я сейчас так так да на уровне роутера в одном месте да ее можно повесить но иногда надо именно повесить одну и ту же один и тот же как бы декоратор одну и ту же логику поверх метода в сразу в нескольких местах соответственно сейчас себя сделал побольше потому что на экране из полезного только слова рефлексии но я почти уверен что вы это слово уже увидели так какие распространенные применения декораторов ну у нас очень часто собственно я вам показал как у нас используется декоратор в большом количестве случаев мы как раз таки делаем обертки на стандартными экспрессовскими get post put delete запросы авторизация логирование а еще есть очень классная штука под под названием dependency injection то есть нам когда нам надо в наш класс подсунуть экземпляр другого класса так сейчас подсунуть экземпляр другого класса который ну в общем мы хотим не руками в конструктор его передавать а чтобы наш контейнер управления зависимости сам эту информацию нам передал в таком случае да мы используем я сейчас покажу вам просто пример попробую попробую его показать быстро сейчас сначала я его найду чтобы есть классный либо от самого же microsoft так давайте эту ссылку теперь открою на другом экране собственно вот она то вот эта штука это разработка от microsoft им в целом скорее всего можно верить вот несмотря на то что они иногда принудительно наши ноутбуки и компьютеры обновляют без спроса и собирают какие-то данные но давайте предположим что они молодцы они реально молодцы собственно typescript это их разработка так вот о я кстати понял что мы себе маленьким не сделал возвращаю себя маленького так вот у нас есть injectable этот декоратор мы помечаем данный класс что этот класс можно будет потом куда-то подсовывать то есть мы заранее все его зависимости должны разрезовывать то есть что сделать декоратор он зайдет в конструктор посмотрит что нужно что нужно туда добавить и во время создания он достанет экземпляр этого класса если его нет он его создаст то есть мы в том месте где мы используем мы его всего лишь вызываем контейнер resolve full и что мы видим в итоге у нас в instance запишется full и внутри него уже будет база данных экземпляр класса date-base то есть мы еще заранее можем какие-то date-base определить то что date-base это именно эта реализация и она сюда подсудится то же самое с single-tonomy будет синтаксис такой же только у нас всегда будет один и тот же экземпляр на все случаи жизни ну и дальше уже примеры можно будет посмотреть здесь использование декораторов это что это второе по частоте для чего мы используем декора декораторы это удовлетворение зависимости наших пакетов так вот возвращаемся к слайду с рефлексии так как вам дно имеет ли смысл я не могу на него ответить нормально потому что я дальше hello world с ним не ушел вот ты но мы больше мы остались на ноде поскольку мы занимаемся коммерческой разработкой мы к сожалению на бою не можем экспериментировать особо то есть да мы можем поэкспериментировать в своих проекте как но и экспериментировать на кленских проектах довольно таки опасно и может показаться довольно таки дорого поэтому не могу на него ответить к сожалению есть ли у вас еще какие то вопросы скорее всего вы слышите сирену за окном прошу прощения за это кто-то поступнул по машине темп конечно бешеным с трудом успел следить да вы знаете сегодня как раз в офисе меня подкалывали на тему того как я разработчику своему объяснял как работать как раз таки ставь скриптом и как он в целом построенную систему на фон анборде к нового разработчика происходит сейчас и типа потом закончил разговор типа о блин антон ты как обычно как на своих стримах скажете по ну зато вы можете смотреть медленно в медленном режиме типа да я говорю достаточно быстро и я забыл об этом сказать самого начала надо было об этом сказать вы пишите если я говорю слишком быстро но при этом вы трансляция идет на ютубе на ютубе можно там в настройках сделать классную штуку скорость воспроизведения и поставить 0 5 или 0 7 5 если вам совсем тяжело это уследить но кто за полтора часа мы успеваем съесть большое количество информации надеюсь вам это понравилось да и спасибо большое за обратную связь мне очень важно понимать что у меня получается я сразу сейчас выведу на экран снова свой гитхаб репозиторий вы можете опять я сделал себя большим вы его можете там добавить подслеживаемые да я не занимаюсь им постоянно я занимаюсь тогда когда чего-то новое чего я хотел бы раскрыть в плане тайп скрипта и чего я могу раскрыть из своей головы то есть мало чего-то уметь чтобы этому обучать вот поэтому я когда понимаю что есть чего-то чего я хотел бы рассказать я за дополняю то есть вот там есть кнопка watch по-моему сейчас посмотрим они же неожиданно неожиданно обновили дизайн гитхаб но кнопка там же вот она подписывайтесь так сказать на репозиторий и отслеживайте что происходит нового есть также у меня свой сайт это небольшая реклама more.ru я там публику разные посты около разработки и конкретно самой разработки и про тайп скрипт в том числе планирую какой-то какой-то обозримом будущем все-таки записывать разные вебинары потому что тайп скрипту потому что очень большое количество информации то есть мы сегодня сделали вроде вебинар по декораторам и дженерикам про декораторы я успел рассказать процентов 10 их применения про дженериков процентов 5 их применения и это строит за него вот час 42 хотя я говорил довольно таки быстро вот поэтому я думаю дойти до того чтобы записать вебинары и сделать информацию чтобы эта информация была в рунете потому что в рунете к сожалению ох пошли тормоза нетерпимы это знак что пора заканчивать но я все равно так говорю мысль в рунете контента по этой скрипту конечно много но почему-то для начала с нуля там мало полезных мало понятных каналов так я очень вас прошу заполнить опрос по обратной связи на данный вебинар сейчас я на него скину вам ссылку еще раз в чат опрос по итогам нашего стрима даже если вы сейчас смотрите это в записи они они прямо сейчас с нами онлайн пожалуйста заполняйте опрос нам очень важно собрать обратную связь для того чтобы делать наш контент нашу нашу работу лучше и обучать людей лучше вот и на этом у меня в целом все я благодарю вас всех за внимание вот вы связаться на можете по ссылке а море фрус лишь контент пишите в любой удобный для вас messenger вот для меня удобнее всего телеграм я всегда открыт к обратной связи пишите спрашиваете быть может быть с помощью вашего вопроса я найду вопросы которые интересно было бы раскрыть том или ином вебинаре и запишу вебинар на эту тему все спасибо большое тогда на этом мы заканчиваем до связи и и и и и и и и и